Для того, чтобы соединились наши мысли с предыдущими рассуждениями на прошлом занятии, мы рассуждали, остановились практически на одном стихе, рассуждали о благодати. Что такое благодать, какая благодать бывает, бывает ли благодать вообще? У меня церкви существуют для благодати. Вот об этих вопросах. Александра была героем дня. Она хорошо сказала, что благодать бывает не так. Последний стих, который мы прочитали, был 7 стих 11 главы. Что же Израиль, чего искал, того не получил? Что же Израиль, чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие расточились. Ну, толкование, наверное, прочитаем еще раз. Она короткая. Эфилак Болгарский объясняет. Объясни, что такое благодать? То есть, что она есть дар Божий, и мы это выяснили в прошлый раз. Помимо дел, говорить, что израильтяне, ища праведности, не получили ее, потому что искали ее худо и от дел. Они как искали? Они еще к тому закону Моисеева, еще и наворотили свои. Там маленько, там маленько. Западное правило направило. Так что уже и праведным-то стать практически невозможно стало. Не говоря уже о том. Там немного, пошли исподкнулись и упали. Ну, кроме того, и от дел, то есть искали худо и искали от дел, а этим получить ее невозможно. Избранные же получили. То есть, избранные те кто? Избранные, во-первых, язычники стали избранными. И также еще и израильтяне тоже были избранными. Поэтому и те, и другие были избранными. Избранные же получили. Слово «получили» показывает величие благ и то, что все есть дело благодати Божией. То есть, Господь избрал и дал. То получается благодать на благодать, опять же. Избранные, да еще и дар. И благодать. И мы в обыкновенной беседе говорим. Он получил прибыль, то есть приобрел выгоду без труда. Следующий стих, восьмой стих послания апостола Павла Кремлера. Конечно. Одиннадцатой главы. Как написано? Бог дал им дух усыпления. Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. То есть, уподобил, вот можно сказать, мысль такая сразу пришла. Уподобил их идолам, которым они нередко обращались. Которые не слышат, имеют глаза и не видят, уши имеют и не слышат. Толкование тефилакта болгарского свидетели ослепления их приводит Исайю, дабы не показалось, что он говорит свое. Слова Бог дал, сказаны вместо предоставил, то есть позволил, попустил иметь дух усыпления. Бесчувствием же называют такой навык души к злу, который неисправим и неприменяемым. Ибо быть бесчувственным значит приразиться или прилепиться к чему-нибудь. Они, имея глаза, чтобы видеть чудеса и уши, чтобы слышать учения Господни, ни теми, ни другими не воспользовались, как должно. Так поступили они не в отношении к одному кресту, но и в отношении к апостолам. Даже до сего дня сказано. У кого возникли вопросы по этому стиху? Да? Самый активный участник. Я сейчас так. Представляю, что среди нас сидят сегодня люди, исповедующие иудаизм. Настоящие сейчас вот. Пасковская олигарха, там, Варваза. Как бы они посмотрели на это толкование? За камни хватили. Ну? Ну, я сказала, хватили бы камни. Хватили бы камни. Ну, может быть, что-то ответили перед тем, как схватили? Что-то вы так сразу уж прямо камни... Даже Стефана побивая, они закричали, говорят, и какие слова. Я хочу сказать, что вот этот Бен Лазар-то, который был вот у нас, в тот раз ходили-то здесь, местный, Ноах, Ной. Да, конечно. И он встал, и все с Рождеством, сначала выйдут, и все с Рождеством, с Новым Годом поздравляют администрацию. И он выходит и тоже, с Рождеством, вот тебе и побили камнями. Так что не надо сразу про камни что-то говорить. Они сейчас тоже умные стали. Их же столько гоняли. Типа, раньше камни были. Сейчас, что камни? Куда камни? Шесть миллионов, холокост сделали. Камни. Нет уж, не за камни они схватятся. Они попытаются все это выправить и так, так и искусно обыграть, чтобы показать вас, ткнуть носом и сказать, а все-таки избранные тамы. А вас-то тут нету. Вы никто. Я вот думаю, если бы я, ну, родился в библейской семье, ну, естественно, я воспитывался бы в библейской семье, но я имел возможность в библиотеке хоть где-то достать Новый Завет. Ну, я имел возможность. Я не мусульманин, но я постарался достать Коран. Я поехал в Москву, не достал. Я пошел в посольство Йемена. И пошел доставать мой Коран. И стала история у меня, что там было-то где-то. Нет рядом. Я пошел там, это, Арабская республика. Пошел там достать Коран. Я интересуюсь Кораном. Мне хочется узнать, что это за священная книга мусульман. Будь мусульманином, я бы так же искал Новый Завет. Теперь, чтобы узнать, как они понимают, у них Талмуд. Талмуд это 12 томов. Я все томают и начал читать. Достал и начал читать. Узнать, как евреи веруют, почему веруют. И скажу, во всех мне многое понравилось. У них есть много то, чего у нас нет. Он у нас есть то, чего у них нет. У нас есть Христос. И как бы они не рассуждали, я всегда спрашиваю, грехи, которые ты сделал, куда они денутся? На бараны лягут? Курбан-байрам? Угу. Вот один вопрос. Я с евреями разговаривал. Не где-то мы пошли туда с отцом Наумом. Тогда он не священник был, еврей. Шестопородный еврей. Подцу и по матери. И ребята молодые, высшие такие. Он зашел в синагогу, надел как надо сверху, что следует. Кепи. Но у него не было, это какая-то там такая. Кепи. Да. Вот высшие. 53 глава. И что такое? 53 глава пророка Исаия. Он изъязан за грехи наши. И мучен за беззаконие наши. Это в Холокосте никто так не мучился за наши беззаконие. О ком речь идет. Вот я ждал какие-то новые фигуры, мнения известные. Ответ, при том ответ это не в одном месте, один и тот же. Они говорят как по стандарту. Не будем об этом говорить. Как же так? Не будем. Это пророк Исаия, у вас книга. Каноническая. 53 глава у вас есть. Но вам толкуют эти ваши-то? Из животных-то? Кто-то? Один ответ. Не будем об этом говорить. Мы вплотную подходим ко Христу. Нам нельзя верить. Измена. Измена это смерть. Как у мусульман. Кто из мусульманства уходит, он обязан убить. Это основное правило, написанное в Коране. Точно так же у евреев в Талмуде. И какой надо героизм, чтобы отступить. Я сегодня сделаю с мусульманином, к примеру, сказать. Ну, мои посажали, дальше ничего. У них убить надо. Не думая, я вот среди них был бы, и я бы прочитал. Я разобрался бы или нет. Я мысленно так прохожу. Я бы принял Христа. Сказали, убьют. Пошел бы на это. А стал бы прятаться? Конечно. Стал прятаться. Куда-то уехал. Стал свидетельствовать. Может быть, стал скрывать, что я еврей. Или работать среди евреев. Но уверовать я бы уверовал. Я сразу начал сравнивать. Вот я обратился в Венсполсе. И там много разных было всех. Пятидесятники, антитринитарии, именники, не признающие троицу. Я их учения сел, от буквы до буквы все изучил. Все журналы попросил. Книги какие есть. Все. Я провел массу времени. Изучил все. Там были, допустим, адвентисты. Я адвентистское учение от самого возникновения. Даже они не знали старое. Я оттуда дошел. Труды Елены Уайт. Начал считать, смотреть. У ней труды прекрасные. Особенно о здоровье. Но вот это, когда у них случилось, что промахнулись. Не пришел Христос-то. Они предсказали, когда придет. Я сказал, что это ложь. Ложепророчество. Они переметывались. Это на небе. Он с одного перешел отделением в другое. Во святая святых-то. Но я понял, что тут они лукают. Если вы здесь не нашли, как могли видеть, то там. Что перешел и не перешел-то. И зачем это отмечать-то было? Что на небе делается? Бог оставил себе на земле, он дал нам. А что на небе, Бог, какой ангел куда полетел? Зачем вторгаться умом? Чего не видел, надмиваясь плотским своим умом-то? Я не поверил. Там еще какое-то было учение. Пятидесятическое. Такое сходное. Я его с ними стал сходить. Поехал в Ригу. Поправил на собрание. Они молятся. Называется гласолария на языках. Мы достучались. Поехал в другие города. Говорят эти православные. Я сразу поехал в семинарию, в академию в Москве. В Загорце называлось. Сергей Пасар. Встретился с ними. Помню на улице. Весна была. В их стенке стали. Семинаристы. Я начал вопросы задавать им. Что это за учение? Думаю, что при желании твоем Бог содействует. Ты обязательно. Я бы пришел и стал таким, какой я сейчас есть. Будь я мусульманным не евреем, я бы пришел в эту комнату. Обязательно. И те, которые сегодня не интересуются, знают, что мы такие есть. И такой у нас порядок, такая чистота. И сознательно люди пришли ко Христу, веровали, приняли Христа своим спасителем. Пустили его в свою жизнь. И я был бы в Покровском соборе, я бы услышал. Один раз, когда услышал, что есть такой вот человек, назвали меня как-нибудь, эритик, дурак. Для меня это не существовало. Я обязательно бы встретился. И думаю, что то, что я делаю, ничего тут экстраординарного нет. Это естественно. Я хочу найти лучшее. И когда я сверился, я понял, то, что я имею сейчас, я имею наилучшее. Настолько наилучшее, что сравнивать даже не приходится. Вот и все. И на суде Божьем один уверовавший, он осудит всех. Будь я мусульманином, я бы все равно уверовал. Потому что я начал сравнивать. Христианство я начал с первого века. И по порядку всех святых отцов начал считать. Смотреть, как они толкуют. Еритики какие были. Я начал смотреть, как верила Ари. Нестория, которую не признавала. Я давай изучать у Нестория, какое учение было. В чем заблуждение было. Тортулиана изучил сначала, принять или не принять. Я у Тортулиана практически все принял. А вот у Оригена. Я у Оригена принял многое то для себя, что церковь осудила. Церковь осудила. А я его принял. Но я нигде об этом не говорю. А то, что он принял. Что мучения будут иметь конец. Потому что нет никакого смысла мучить бесконечно. Но Писание говорит, да и ты как? Ну бесконечно. Но внутри меня все говорит, это не так. Мы понимаем это слово неправильно. Слово вечно имеет разное понятие. Если рабу понравилась какая-то девушка, он женился. И теперь ты его сделала всегда рабу. Подведи в косяку и шилом. Проткни ему оху, и он будет рабом вечно. Как вечно? Умирать не будет что ли? Вечно, то есть при его жизни. И поэтому слово вечное мучение, оно не имеет никакого обоснования. Объяснение этому. Кому это нужно в мучении, когда исправление есть или нет, все равно вечно. Кому это надо? Но Писание говорит, что это вечно. Я как православный спойду вечно. А внутри меня голос как бы говорит, что-то не так. Вот Оригин понимал, что это не вечно. Что и сатана, и все будут мучиться, как у тукатоликов, очистилище. Они ощущать себя будут, каяться, и в конце концов, все во всем будет Бог. Вот это главная фраза. А как все во всем, когда в воду люди мучаются? Во всем там Бог нету. Все во всем, значит, все, что дышило, двигалось, человек, все оживут и все будут со Христом. Привлекательное учение это. И Оригин этим был увлечен. И он проповедовал. И оригенистов они ловили, вылавливали православное. Ну я бы не исповедовал, как внутри меня, но я понимаю, как он. У меня много от католиков, я их журналы, книги считал, смотрел, мне очень много нравится. Самое, что больше мне у католиков не подходит, это примат папства. То есть папа над всеми. Это абсолютно неприемлемое. Это подготовка Престола Отечества. А они во многом правее нас. Во многих вопросах. Я это докажу любому. Но я исповедую по православному. И же от Отца исходящего. Хотя внутренне, значит, как они говорят, и от сына. Вопрос пелевок. Они правее нас. А почему? Да половина святых отцов исповедовали от сына. Вот в чем дело. Там Григорий, Низкий, другие. Но я православный. И ничего в моих книгах я нигде не говорю не по православному. Я просто свое мнение высказываю. Вот мой ответ. Вот слушаю вас и убеждаюсь еще раз в мысли, в правильности той мысли. Ну, мысли такие. Стучащему отворяют, просящему подают. Но еще добавить нужно взыскающему и ищущему. Господь дает найти. Если у тебя есть интерес, если ты его хочешь проявить, то Господь тебе дает по твоим... В зависимости от тех усилий, которые ты проявляешь, Господь тебе и дает... Мне было трудно. Я обратился в Библию, впервые увидел. Я ее полюбил. Но оказалось, что в Библию верят много разных течений. И я пошел ко всем узнавать, как. И стал просить книги, какие у них есть. И выпросил отдельную комнату, мне дали. Я у них приходил, дали ключ. Я приходил, помню, Касьянов Петр. Я против него виновен был. Я там против него слова сказал. Даже стихотворение, оно сейчас в эфире стоит. Мне это не надо было говорить. Хотя там все правильно сказано было. Ну, я у него... Такое доверенное лицо было. И я у него там конспектировал, конспектировал все эти юридические книги. Сегодня говорят, так это что у тебя? Мусорных ящиков у меня 10 здесь. Но я все время отсеивал. Вот услышал, устаравляться, так беспокоился. Я сразу попросил все книги. А какое? У нас толкование есть, какое? Блаженов и филактов. В конце концов, Бог меня привел туда. И когда я начал конспектировать, я понял, это превыше всего, что до этого я увидел. Я сразу понял. У меня внутренний голос сказал, это истина, истина. Вот теперь я сидел, записывал. И сохранился тот конспект. Первый. Краткое конспектирование. Блаженов и филактов. А теперь сидим уже в мое издание. Вот как Бог сделал. Я еще не встречал человека, который сказал бы, вот, Блаженов и филакт, который я издал. Толкование. Я думаю, я и не найду никогда. Ну, как патриархия, организация, это да. А чтобы в частном порядке человек, да еще 297 комментариев. А потом я все комментарии отдельно вытащил и в пятый том поместил. В пятом томе они все вместе. Почему? Жажда. И когда сегодня люди, вот сектанты где-то запутываются, запутываются, и не хотят узнать, когда даешь истину, я ему даю истину, а он ее отвергает. Вот они имеют. Даже сегодня я встречаю сектанты, что-то говорят, я сразу беру на исследование, делаю, сравниваю, смотрю, что там, если вижу, у него хорошее толкование. Вот какое-то Пенно сейчас там говорит, вот адвентистов есть, Романов Николай ставит, очень хорошее. Там Елена Уайт, их можно просто в любой церкви, в любом храме преподавать. Замечательно. Но в данном моменте, я говорю, то, что они выставляют на мое близке. Замечательные просто проповеди, нельзя их отрицать. Уж я на песне, я судим был за него. 153 проповеди было у меня. Это даже редко у кого-то истинктантов было, у руководителей. По эфиру. А это прямо из Стокгольма получили. В Латвии, в которой с ним связь имели. Это любовь. Я распространил на весь Советский Союз. Тысячи экземпляров распространил. А он еретик. Я потом буду переписываться, ему пошлю книгу, он даст мне отзыв на нее. Но у него 98% правильно примерно. Ярл Пестев. Это все в человеке. Притом этот заряд, который я получил 50 лет назад, он как будто у меня сегодня утром получен был. С таким желанием я стараюсь все это узнать. Сравнить. Еще Евангелие от Луки нам говорит, 11 глава, притча, когда, говорит, друг пришел к другу и говорит, ко мне друг пришел, дай мне три хлеба. А тот говорит, да, дети со мной, я сам на постели, не могу встать тебе дать. И написано дальше там. И, сказываю вам, по неотступности вашей, он встанет и даст вам. И толкование такое, что Господь, это тот самый друг, который лежит на постели с детьми своими, это церковь его покоится. А тот, который пришел, это душа человека, любого человека, который должен просить у Господа всегда, и не просто чего-то, а веры в истину. Три хлеба это вера в Святую Троицу. То есть, в полную истину вера. И поэтому по неотступности Господь будет давать. Нельзя отступать в молитвах. Нужно молиться и делать добро, как Господь нам и повелел, что и повелел вам исполнить. А вот песни-песни, это я как-то вымыла ноги, лежу на постели, а он не стучится там. Это вот перекликается с этим. Вот у меня вера. Мне нужно сейчас, я понял, что необходимо перерезать стихи. Полтора миллиона. Понятно, что я их во сне не видел никогда, и не держал в руках такие деньги. Полтора миллиона. Но я в день, ну, 7-10 раз минимум, не меньше 7 раз становлюсь на молитву, и на первом месте говорю, Господи, если угодно, как-то сделай. Ты веришь, и Бог может дать? Да. Ты веришь в это? Помогай мне. Должен. 14 баллов, и еще полтора, да. Логично. Это логично. Я сейчас все время, я стою и удивляюсь. Господи, ты следашь мне. Ну, откуда? Вот так вот стою на молитве, прямо руки раскину, Господи, откуда? Да это удивительно. Мне кажется, ниоткуда. Ну, ты можешь, но прям вера колеблась. Такие большие деньги зараз у меня не было. А мне как-то помаленьку. И давали... Вот я поехал. Вы тут говорите, ну, про день, о деньгах. А вот такое зримое о деньгах, это вот Никола чудотворцы. Никола, он сегодня так омолился. Ну, он, ну, ни на что там. Ну, шел мимо там, темно было, слышит отец там, молится Богу и говорит, все, в блудилищный дом буду отдавать дочерей своей. Нету денег. Услышал краем уха, и он золото, зримое, начал подбрасывать ему. Ну, тут кажется, ну, что такого? Ну, пускай сам выкручивается мужик. Так он не просто замуж не берут бесприданным. Он решил, как дочь отдам, она будет блудить, приданная будет, тогда выдам замуж. Вообще. Бога не боится. Ну, по сравнению с этим-то, мусульманство, там, мусульманство, по сравнению с этим, на недосягаемой чистоте и высоте. Какая-то мусульманка будет так, что он ее, мусульманин отдал бы блудить, а потом бы выдал замуж. Или евреи. Он за свою жену порывал. А это, он помогал-то, это ясно, что православные были? Кому он помогал-то? Ну, да, это все православные же. Конечно. Так самое интересное, как можно сравнивать с тем, о чем вы-то просите? Что такое 14 миллионов? Просто у нас таланты на больше не раскрываются ни у кого. Вот и все. Это с вас только 14. А если бы еще кто-то написал, вот я, да, и вот брат. Это вот я один. А вот, о, Старикников сейчас сидел, посмотрел, а его нету. Вот она. Вот она. Игорь, а вот когда я стал говорить, что в эту поездку, ну, уже почти коллектив сформировался так, тебе, как, неохота поехать? Внутри себя не засвербил, а по чем я хуже? Да-да. Не знаю. Не знаю. Не знаешь? Это плохо. Ну, ладно, все, вопрос снял. Все. Теща тут сидела, но все, да, молилась. Это как один монах все время. Я грешный, да, грешный. А настоятель стоит, он в столовую идут, он его задерживает. А ты куда? Как все завтракать? Да грешней нет. А я с чем хуже других. А до этого я самый-самый грешный. Если ты сильно будешь ратовать об этом, молись. Хорошо иметь дубль. Даже у космонавтов, у них всегда кто-то в космосе титает, но кто-то дублирует его до самого коронавра. Чтобы мы даже отъезжать будем, а ты дублировал, стоял рядом. Сели, уехали, ну ладно, слава Богу. Повезло. Обошлись. Титов оказался, Герман Титов. Не Гагарин. Не Гагарин. Не поехал. А как сразу? Юля. Выдохнули. Не поехал. Да, считай. Не поехал, остался. Следующий стих. Вместе с 9 и 10 стихи. И Давид говорит. Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, и возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их добудет сагбен навсегда. Толкование. Так как они, говорит, не применяемы взлобием, то будут подвергнуты крайнему наказанию, трапеза их. То есть все блага и забавы превратятся в противные. Они будут уловляемы в сети и пойманы, сделавшись легко пленяемы и одолеваемы всеми, и всегда имея в жизни свои соблазны и преткновения. А дабы видно было, что они потерпят это за грехи, сказал, в возмездие. Кроме того, от бедствий помрачились очи их, как душевные, так и телесные. И хребет их сагбен, ибо они находятся в таком рабстве у римлян, которое никогда не кончится. Это значит слово навсегда. То есть они никогда не освободятся от рабства того. Смотрите, тут рассудить так. Давыд-то ведь хребты эти ломал, будь здоров. По тогдашнему времени это был генералиссимус. Это полководец, как Суворов, который не потерпел ни одного поражения. Это самый настоящий генералиссимус был. Чанкайши генералиссимус, Суворов, Сталин там. И вот он тут, видимо, этих врагов еще не достал. И где-то убежал в пещере, может быть, при луне сидел и скрипел пером, чтобы он пропал, да чтобы он повылазил. То есть сам-то убить не мог, но продолжал дальше свое дело скрипеть. И сказать, и теперь написал и не выбросил, в карман или куда положил. До нас-то как бы оно дошло-то? И вот теперь мы считаем, скажи, Давыд, ты думал, что так внимательно будут говорить, хребет, согнутый. Он даже не понял, о чем говорит. Что это будет канон, что на две тысячи языков мира будет переведено, и люди будут толковать, а учиться этому нельзя. Новый Завет-то не дает этого ломать хребты-то, а наоборот свой хребет подставлять бьющим его. Он пророк, он ничего этого не знал, и Бог сокрыл. Это уже глубинная, далеко идущая плана. А мы-то это знаем. Он мало распространялся, когда враги перед ним стояли. Он врубался налево и направо, все, крошил. А это, видимо, в спокойной обстановке, начал придумать, а что бы им еще сделать? Что бы им пожелать? Вопрос-то, о ком здесь говорится-то в этом стихе, в этих стихах? Тех, которые расточились. Ну, кто? Ну, конкретнее. Кто? Об иудеях. Об иудеях, которые расточились, которым Господь послал, что? Духа усыпления, глаза, которые видят, которые есть и не видят, и уши, которые не слышат. И до сего дня. И хребты тоже. Но, однако, рабство их такое. Почему? А рабство-то идет в сатане явно. Ну, конечно. Рим – это сатана. Конечно. Рабство – это сатане. Конечно. И до конца дней будет оно. Остаток спасется. Остаток – да. Еще мысли, вопросы? Давайте дальше. Вопросы роятся, мысли тоже. Так, ну, пожалуйста. Отраивай. Начинаем, продолжаем. Это же все равно идет. Мысли клубятся просто паром. Следующий стих одиннадцатый. Итак, спрашиваю. Неужели они приткнулись совсем? Так. Итак, спрашиваю. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения – спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Сегодняшние патриоты, которые воюют против евреев, они так никогда не думают. У них одно. Вот захватить власть. Мы русские люди, русская земля. Почему? Тут иноземцы правят-то. Пришли народ-то. Теневой народ-то. Они бы вот эти слова прочитали Павла и поверили, и утишились бы. У них назначение это. Я говорю, ты, Севьярова-то есть? Мне воевать не надо. Почему? Это назначено. Вот я вчера только читал. И вышел Овен, и попирал все, и никто, и у него было два рога. А дальше объясняют. Это менее персидское царство. И вдруг увидел, идет козел, и со всей яростью бросился, растоптал его. От Александра Бакедонский придет. Ну, можно было сделать, чтобы Баран-то устоял это. Назначено. Вот сегодня показывает там какой-то, Майя Кувунт проехал по всем местам, и все записывал, где Александр Македонский прошел-то. Ну, и они там некоторые там уперсты, и считают, это шайтан, матерь еще детей пугает им. Он разгромил-то там этого Кира, Дарья там. Он все смел со своего пути. А раз в десять войск меньше было, когда он шел. Перед ним все трепетало. Почему? Это назначено. И дальше у него выросло вдруг, четыре рога, а точнее, на четыре царства распадется его царство-то. Ну, можно было, что он у него. Ровно в тридцать лет он умер. Он свою миссию выполнил. А можно было, чтобы рядом стоял друг какой-нибудь. Такой друг был. Друг детства. Друг. И он, друг его стоял, когда отвечали ему там, ну, годовщина его там, допустим, день рождения-то. И он говорит, он ему самый доверенный, ближе не был. Это летописец, который все за ним записывал. И он говорит, там, может, Саша назвал, у тебя победы, конечно, большие, но всему-то основания положил твой отец Филипп. Он схватил копье ищет и убил его. К отцу родному. Он выскочил, друзья его кое-как уговорили, и он все-таки, ну, ладно, все. Он только пришел, зашел тогда, ну, тот вышел и ходит, гуляет, ну, зайти нельзя, ну, бешеный прям совсем. Он тогда зашел, только зашел, он и тут же казнил. Он сказал, что государство-то все положило основания Филиппа, отец твой. Что тут особенного-то было? Это соответствовало действительности. Ревность даже к славе отца была. Он как одержимый демоном был в ластолюбии. Но он должен был, он написано, с яростью бросился, растоптал. Вот он такой и есть. А можно было характер перековать? Нельзя, он задаряжен был. А можно, чтобы он это медоперсидское царство, два рога-то не ломал? Нельзя. Он должен был на него натузь и уничтожить. Почему? Предсказан. Это план. План Божий. Уже все нарисована картина. Еврейскому народу отведена особая миссия. И все цари мира, все богатства принесут к их ногам. Они нас ограбили. Вот в этом году, в этом году, миллиардеров в России стало ровно в два раза больше, чем в прошлом году. Миллиардеров. И все они, какой национальности, теперь что? И не надо роптать. У них назначение такое. Это Божий план. Они не туда направили деньги. Вот только вынимо, что нельзя было Александру Македонскому не прийти. И нельзя было не умереть ему 30-летним. Там это запрограммировано все. И на кого злиться? Но он ответит за себя, что он не так делал. Мы более маленькие где-то, но тоже у нас запрограммировано. Якова, я возлюбил, Исаава, возненавил. Когда не родились даже еще, то любому понятно, что несправедливо. А ты кто человек, что споришь с Богом? Вот это ответ. Поэтому надо рассматривать все с позиции предсказания Божия. У Бога назначение через еврейский народ тревожит все нации мира. Их целеустремленность, вот эта сплоченность, и как они идут. И надо Христа искать. А они, в конечном счете, все подведут к тому, что восорят Антихриста. И он, Антихрист, воздвигнет на них гонение. Есть такое высказывание, что окажется, что он не обрезанный. И остаток тогда спасется. И возряд на того, которого пронзили когда-то отцы. И остаток спасется. Неужели это возможно? Писание говорит об этом. Остаток спасется. Для евреев снова приоткроется дверь. Вот сейчас это газа, там что они идут. Ну, как ты не крути, а война идет самая настоящая. На него там и раны, и кто-то и конет. И ничего не могут сделать. Почему там? Платилия американская стоит. А можно, чтобы не оттуда началось? Нельзя. Христианство идет от евреев, иудаизм от евреев, мусульманство от евреев. Это мировая религия. Это народ закваска. А что тогда делать с ним? Благословлять. Хочешь быть благословенным? Я благословляю ее, Господи. Хочу, чтобы они обратились к Тебе. И за то, что я благословляю, мне Бог все дает. У меня такое обильное благословение, даже невероятное. Это благословение, предоповдавая еврейскому народу и платить десятину. Все остальное посередке. И тем не менее, вот это у меня всегда такая вот вдвоение начинается. Бог запрограммировал, но что я могу сделать? Ну, он так запрограммировал. Я пошел по грекам, но так запрограммировано Богом. Откуда ты это знаешь? Ты же это говоришь о государстве евреев. Так в том-то и дело, что Господь дает каждому человеку и людям, каждому составляющему общество, волю свободную. А поскольку дана воля свободная, выбор, значит, у тебя есть, поступить так или иначе. И поэтому будет суд. Поэтому ты будешь судим. А если бы не было воли, тогда бы все были марионетками. Вот так это может приписано одно, и это во втором, третьем. Я делал такое рассуждение. Я говорю, дали тебе конверт, запечатанный на один день. Его не распечатывай, но в нем программа на сегодняшний день. Что ты будешь делать? И все там точно, все точно. Но сейчас сегодня так сделаю, что там никогда бы не догадались. Я говорю, а как ты сделаешь? А увидишь, к Вешему, что? Наблюдай за мной. И вот Вешем открыл, утром открыл. Жена говорит, ты чего окно-то открываешь? Я в дверь не пойду, сегодня в окно вылезу. Вылез в окно. И пошел не на автобусную остановку, а с другой стороны обошел, возле обещали, с кусты перелез, залез искупался. Вот, никогда не ходил. Я все наоборот сделаю. И на работу пришел, пусть теперь в конце я посмотрю, что там написано. А в конце написано еще. Да посмотрели, как я хожу на автобусную остановку, на первый автобус, выезжаю до Антона Петрова. Я знаю, что там написано-то. И вот к вечеру он опять приходит, а теперь я сделаю совсем по-другому. Домой не буду заходить, а возле дома лягу спать. Это настолько интересно будет. Жена зовет, не пойду. Ну и время наступило. В 12 открывать письмо открыл. Так, что там написано? Считай. Решил делать все по-другому. И решил идти не в дверь, но в окно. Что там так написано? Ну ты же конверт с собой таскал. Ну правильно. Тогда никто не мог ничего дописать. А потом, потом не хочет идти, жена зовут в дом, и лег возле дома. И сказал, ну теперь читай. И читай не как-то, а при луне. И жена говорит, кое-кое как просчитает тебе. Зачем же я в окно-то полез? Надо было в дверь идти, как обычно, чтобы не сошлось, не сошлось. Запрограммировано это. Все запрограммировано. Но тебе-то оно право выходить в двери. Не инди, в двери. И поэтому ты тем нравственным законом, данным Богом, и словом Божиим, подвигни себя на правильный поступок. Можно так сказать, что Господь знает. Я-то не знаю, и Он мне дал волю выбрать все-таки с Богом идти и... Он предложил тебе, что благословение и проклятие. Да. Жизнь и смерть. Огонь и воду. Но добавляет, зачем вам умирать? Можно добавить здесь? Я обычно тоже использую Слово Божиим, когда вот такое противоречие. И меня очень сильно всегда останавливает некоторая целеустремленность людей к правде. особенно больных людей. Взять хотя бы этого человека, который 38 лет страдал при овечьей купальне. 38. Ну, я и сказал. И он... Я и сказал, а я сколько сказал? Ну, 38. 38 лет страдал. Представьте, Виктор Андреевич, 38 лет. Он о чем думал? Как занаряжено, не занаряжено. 38 лет. И когда Христос его спросил, вот эти знаменитые его вопросы, а ты-то хочешь исцелиться? И что бы мы каждые ответили? Нас просто, любой вас спросил, ну, как ты себя чувствуешь? И ты думаешь, как ответить? Чувствуешь, не чувствуешь? Чего накапывается все? Чего тут все? 38 лет. Как чувствую я себя? Да как я? Нет, ты что, мужик? Единственное, здоровье. Хочешь сейчас стать здоровым? Ну, конечно. Еще сложнее. Да, еще, да. Хочешь ли быть здоровым еще? Хочешь ли быть здоровым? Еще. Он усугубил. Господь. Явно, что это с провокационной целью задано? И это была проверка его. Знает он, занаряжена у него там, запрограммирована жизнь, не знает он. А вот он такой. У него была цель, у этого человека, цель выздороветь. Но выздороветь, не нарушая никаких законов Божьих. Он как был доброжелательным, так и остался. Хочу, говорит, хочу. Ну, не имею человека, который бы меня... Да там сколько людей-то уж было. Надоел всем. 38 лет. Он всем надоел. Только он не надоел своей душе. Вот его тело. Получилось так. И он до конца это все перенес. Какие там запрограммированы? А мы здоровые, такие сильные. Вот это вот то, что у нас есть, этот жирок подкожный, он нам и навевает эти вот глупые мысли об этом. И поэтому апостол Павел, зная это, и сказал, а ты что, горшок, что ты указываешь горшечнику, как тебя лепить? Все слеплено уже. И поэтому делай добро, потому что Господь что сказал? Мы приготовлены делать добрые дела, на добрые дела приуготовлены, которые мы должны исполнять. Все, больше ничего не надо. Дальше нам что теперь надо? Вот идешь ты по жизни, и ты не делаешь доброе дело. Не вера у тебя теряется там, или еще что-нибудь, это ясно не доброе дело. Ты должен себя направить, ты целеустремленно должен идти. Царство Небесной силой берется, и восхищает только тот, кто употребляет усилия. Поэтому вопросы какие-то нам задавать, двоится мыслями, нам ни в коем случае нельзя, верующим людям. Ни в коем. Надо это все в корни отсекать. Бывает такое, там называется уныние, отчаяние. А какое отчаяние? Когда столько за тебя людей молится, то подумаешь, как я не имею права просто отчаиваться, а я как буду за него молиться? Он же на меня тоже надеется, брат мой. Вот о запрограммированности. Если говорить, то это запрограммированность у Бога. Вот это надо не забывать. А вот я сижу со стороны, смотрю на кого-то и думаю, а ведь ему запрограммировано, видимо, какое-то делать зло. А этому, а этому не запрограммировано. Вот он там хорошенький, а этот плохой. То есть тут, когда мы так рассуждаем, мы можем очень легко ошибиться. Вот даже 38 лет лежащий, ну другое подойдет, скажет, да ему запрограммировано 38 лет, он пролежал, а значит ему и до конца. Да кто знал, что ему не запрограммировано, а что именно Господь подойдет и спасет его? Мы вообще, вот настолько можем ошибаться, вот виден кого-либо. То есть как раз дело в личном выборе, вот и в Божьем промысле. Вот ты если сделал зло, ты погибнешь и не покаялся. А если ты сделал добро, ты спасешься. И причем это может быть в такой момент, в который даже никто не представляет, только Господь. И ты сам даже не знаешь, что ты можешь или спастись, или погибнуть. Взять даже Павла, вот не так давно мне эта мысль посетила, там с обстоятельствами определенными, но я рассмотрел этого человека по-другому. Я думаю, так это же палач Павел-то был. Вот мы умиляемся, апостол Павел, а ведь это же страшный человек был. Он влачил там, заходил в дома, у меня просто в жизни кое-что, заходил в дом и вытаскивал христиан, мучил, казнил. Так как? Не казнил, но он просто... В темнице. Ну в темнице, а там, естественно, с ними что могли сделать? Вот простое, вот возьмем христианскую семью, приходит такой Павел, НКВДшник, так, пошел, все. Какое у меня к нему отношение? Да это палач, и все. Это просто ужас. Я единственное, только веря во Христа, могу ему еще это простить, что он у меня отобрал жену, отобрал семью, убил, ограбил, изнасиловал там, пусть он этого не делал, Павел. И какое к нему отношение? И вдруг, я вообще даже в мыслях могу только помолиться о нем, чтобы он уверовал в Бога, но искренне у меня нет веры, что он уверует. Просто настолько он палач. И вдруг этот человек божественной рукой становится таким человеком, как Павел. Я просто даже не поверил бы в первую очередь. Вот если бы он так искромсал мою семью, допустим, вот сейчас как бы у меня жена есть, мне это зримо, легко представить, и вдруг он уверовал. Я даже раздвоился бы в тот момент. А как тебя звать-то? Имя какое у тебя? Раб Божий, какой-нибудь, живущий тогда. Ну ты, как тебе имя-то? Игорь. Игорь. А вот тогда, когда Павел там, тамошнему епископу на ум-то пришел, и он побоялся, а он пришел для этого, а Бог говорит, иди он избранный, сразу тут Анания. Так вот Анания, Анания-Игорь. А рядом Игнатий. Вот я точно так же думал. Так вот, дело в том, что со стороны, когда мы смотрим, каком-то, очень сложно понять. Вот сейчас какой-нибудь правитель, вот сейчас вот, допустим, какой-нибудь самый нехороший, кого мы не любим. А вот представьте, что вот именно он уверует и будет вторым там апостолом Павлом, он возьмет знамя христиан и понесет. Мы сейчас его клеймим, он талантливый, злодей может быть, против христиан, против чего-то. А именно ему Бог заповедует нести это знамя христианское после нас. Вот в чем дело? Вот это такая загадка у Бога, что... Загадка, она просто разгадывается. Просто у Бога все... Богу все известно, нам лица крыта. Вот именно. И мы должны стремиться только туда вот, наверх, наверх, наверх. Все, усилиями. Делай добро. Да. Вот лично для себя делай добро и молись за врагов, об обращении их. А уж как Господь растает, это чудеса просто. Три, так сказать, три сестры. Вера, надежда, любовь. Уверовал, надеешься, спастись, а любовь заставляет, заставляет нас делать, делать благие дела. То, что случилось с книгами в этом году, это настоящие чудеса. Кто думал, что оно так будет? Вспоминаем весну. Всю весну и посередину зимы нам Игнатий Тихонович тут вещал, что будем вот ездить вот тут, по неделю будем жить, там будут люди собираться, мы будем там занятия вести и все, и все. О книгах вообще ни одного речи никакой не было. Книги вообще никто ни сном, ни духом. И вдруг открылось на молитве в конечном итоге, что нужно сделать? Распространять дальше проповедь через слово и какими силами это все и сколько это средств ушло. Конечно, кажется, что листовками-то было бы лучше забросать, взять, кинуть миллионы листовок. Но мы же забрасывали, и оно так не получается. Человек задумывается даже сами не знаем над чем. Над каким-то единым запятой может задуматься, и Господь его направит мысль к горнему. А тут целая книга, и вот уже и звонки, и люди начинают серьезно обращаться. Не так поверхностно, как это было, допустим, от листовок, хотя и от наших листков небольших тоже люди много пользы получили, конечно. Поэтому решать за Господа заранее, мне кажется, надо читать Слово Божие и дальше продолжать. Вот мне звонит один по телефону сюда. Мне в ваши книги попали две книги к истинному православию 30-й том. А где остальные 29? Я говорю, что? Ну что, я первым делом пошел к батюшке. Ой, говорит, это такой еретик, раскольник, сектант, это там самочинник, там, не берем. Он говорит, как батюшка, да говорит, а правильно. Так ты что? Ну, надо делать, как он говорит. Пошел вон тогда отсюда. Он его прогнал сразу. Он сейчас просится сюда прийти, приехать. Где остальные книги? Где остальные? Это 29. А нынче, в прошлом году Михаил Кальмаев, нынче его мама принимала крещение. Это именно через это. Книги работают. Они работают так, как намечено это было, как на нашем сайте люди приходят. Ну, Бог только знает, как. Я, да, я молюсь, я прошу Бога, но иногда спорят, а что ты ему не доказываешь? Я тогда отвечаю спокойно и так. У каждого, вот, допустим, избрал прежнее бытие мира, нас избрал, а другие предназначены крещеному мучению. Он адвентист, допустим, или кто-то. Я ему пытаюсь доказать, он ничего не слышит. Я сразу отхожу. И еще не спорите, никогда. У него назначение другое. Я его возвестил, после первого, второго разумления отвращайся. Я ему все дал. Почему? У него имя где-то прописано. Вот сейчас у нас деревня, там, Галя, она, ребятишек не будут допускать, у них там епископ. Она назначена куда-то, у нее особое место прописки там внутри, где-то есть, там, может быть, в других местах. И она ничего не может сделать. Она уже перешла, может, грань, и дальше она идет и против священника, против мужа, против детей. Она неостановима. А ты мог бы это сказать? Даже не попытаюсь. Я только отойду, чтобы с ней вместе не погибнуть. Я знаю, что или она на себя руки наложит, или подожжет, то есть мне видится впереди страшная трагедия. Но я каждый день несколько раз на руках молитвы ее несу. Господи, не допусти. Господи, сохрани, обрати, верни ее разум, если она не похулила Дух Святой. Она уже как будто прописана где-то там в преисподних местах. И она рвется туда и лбом буквально все двери прошибает. Для нее ничего нету святого, как будто бы. Непрерывно, непрерывно везде идет. Ну что, я должен молиться? Я не могу ничего сделать? Было бы у мусульман, ее бы сегодня в один день обуздали. Мы сейчас прогладили ее так, она бы неделю в подвале просидела. А чего ее гладить, если ее назначено, как вы сказали? Вы же говорите, назначено. Да, вот этим словом. Ну как, только не так назначено. Ну не так сказал он. Я говорю, что я думаю, может быть, я вижу, какими словами еще может быть. Я не знаю, но судя по поведению, кажется, человек перешел эту грань, откуда можно вернуться. Она перелезла эту грань. Перелезла передними и перелезла задними. Вообще ничего, как будто бы никогда не знал ничего. Говорит, почему? А нет, говорит, жертву за грех. Но некое страшное ожидание огня готова пожать противников. Ходила, причащалась. Я детей не буду пускать в церковь. Ты не слышал, такими словами она поносит все абсолютно, все. И ничего. Бог терпит. Я могу только молиться и содрогаясь, отпятиться от нее, чтобы только рядом не быть. Может, в этот момент Бог решил разверстить преисподнюю. Я только могу молиться. А мусульманин, мусульманин, он практически навел бы порядок в один день. Одна приехала в Казахстане. Ну и муж начал гонять ее. Она стоила раз. Заявление в милицию. Милиционер сказал, сходите. Это вызвали ее. Так, это ты писала. Это Нина Матвеевна. Это вы. Да, я. И на кого-то написала. Ну, на этого, Ивана Петровича. А кто он вам? Муж. Ребятишки есть. Пятеро. Так. Я его сегодня арестовываю за эти дела согласно закону. От пяти до семи лет. Это у вас синяки от него? Да. От пяти до семи лет. Я сейчас оформляю дело. Да вы что? Ну, а там, пятнадцать суток дадут. Никаких пятнадцать. Он много лет над вами издевается. Я сегодня оформляю, но чтобы вы знали, одна будет здесь. Здесь тебе помощи никакой не будет. То русская-то. Она назад. Законствующий милиционеру второму. Арестуйте ее. Там у нас подвал. Посадите ее на неделю. Ничего ей не давать. Через неделю выпусти домой. Если доползешь, живая будешь. Я тебе научу жаловаться на своего мужа. У нас ни одна казашка во всем Казахстане на мужа не пожалуется. Это кормилец. Она баба затрепила. Пошла в дом, что больше не видел, не слышал. И больше она ни одного заявления не писала. Все. Он провел профилактическую работу. Или я мужа арестую, посажу. Или ты будешь у меня в подвале гнить. Вот и мусульмане. Нам учиться надо, а не злиться. А вот еще мусульмане-то эти казахи-то они в Саудовской Аравии где-то, в Арабских Эмиратах. Там еще хлише. Авторитет мужа должен стоять на высоте. Вот так бы ее туда взяли и прочее. Муж кормит, все. И дети издеваются над отцом. Еще не хотят делать. Он стоит, сам молоко пропускает, сам доит. Все на месте, в те годы она была. Сейчас никто не подходит. Он как хочет. Наши ребята идут. А сейчас так поставлено, что я не могу даже ребят дать. Она может любую провокацию сделать. Скажет, девчонке приставал. И мы не знаем, что делать-то. Кто-нибудь там, Андрей, сходите, помогите брату Игору. Так что о нем особо надо молиться. Он, видишь, его сердечишко не выдержит. А возможно, что-то не знаю. Потому я и говорю, я не знаю, поэтому молюсь. И хорошо, что Бог поставил неизвестность. Да. Так и ищет подпитки. Ищет подпитки она. А потому что Раису Николаевну, она говорит, а что вы думаете, Раиса Николаевна у вас ушла? Прям с радостью. Вася ушел. Прямо вот с торжеством таким. Да какие бы еще бы. Ага. А я говорю, ну ушла Раиса Николаевна. У нее, говорю, храм там прямо в двух шагах. У нее ноги больные. Поэтому она ушла. Вот так. А так она, это самое вроде. Она говорит, ничего подобного. Ей надоело там слушать ваши вот. Надоело? Да. Она без этого жить не могла. Когда говорили, ты все переносишь туда к евреям, ты сиди там в коридоре. Меня хоть выгоняйте, я не уйду. Никуда не уйду. Она поняла, что у нас тут никакой тайны нет. Если она для властей работала, то им тоже это неинтересно. А там, там все по-другому. Одесскому Агафангелу мы сами подготавливаем почву, чтобы люди уходили. Вот ко мне старобрядец вышел, вчера ты познакомились. Он доволен. Стихи мне так нравятся. Но нам знать это с вами нельзя. Я говорю, почему, а вы еретики? Я говорю, а как ты узнал? Но вы же не коньянин, вы же шипоти молитесь. Вот и все. У него главная проповедь. Вы еретики, переходите к нам. Все, проповедь кончилась. Если бы мы так говорили на старобрядцах, больше десяти человек от нас туда ушло. Мы сами открываем двери и людям говорим, патриархия, благодать, есть у священников. И от нас люди один за другим идут, ну, я не живу далеко, ничего. Да ничего, там ходит тот храм. Если бы мы стояли, как они, что патриархия, это ложь, это неблагодатная, у нас ни один бы никуда не ушел. Мы день и ночь бы учили. А мы наоборот говорим, что там спасение возможно. Они мне сразу, Вася, а что, там можно спасение Агафангела? Конечно, это законы рукоположенные. Все, я дверь ему открыл туда. Это мы виноваты. В первую очередь я. Потому что мы говорим, что спасение не ограничивается нашей группой или кем-то. Бог всемирен, Вселенская церковь есть. Было бы истинное рукоположение. Вот один вопрос. Мы на это не скажем, что же мы наделали. Нормально. Мы просто тут все вместе решили серьезно заняться поисками своей души. Но она что-то шел. Ты знаешь, что они уйдут. И так говоришь. Ты перестанешь говорить, что в московской патриархии благодать? Не перестану. Я так и буду говорить. Это ты бы знал, что половина общины туда уйдет. Я так бы продолжал говорить. Потому что спасает Бог. Они и я. И я должен стоять за истину. Я признаю, и я говорю. Все. Мы сами открыли широко так двери. Мы всех их признаем. Но только поэтому мы в таком единственные во всей Вселенной в таком положении. Да. Как бы мы не знаем, куда пристали. А на самом деле мы никуда и не отставали. Это я вспоминаю, как я из московской патриархии уходил сюда. Но меня туда никто не принимал бы. эту московскую патриархию. Я как бы сам ходил в храмы и все. Но я-то для себя этот шаг делал серьезно. Я же прочитал Виктора Потапова «Молчанием предается Бог». И я этот вывод конкретно сделал, что в московской патриархии никогда Слово Божие не понесут. Так как несут его не за рубежом. Ну, как надо нести. И этот шаг был сделан. И не только мной одним. А сейчас, конечно, все забылось. Уже те гонения, кажется, уже ничего и не было. Что-то как навеваем сами себе тут. Поземка какая-то дует. Старая. А ведь оно все на этом осталось. Еще хуже стало. Если на то пошло. Мы же встречу там... На встрече были. Видим, что... Есть человек, который враг. Это как фашисты с русскими дрались. С советскими. А есть-то еще коварный. Фильм там, это место встречи изменить нельзя. Он говорит, ну что, Шарапов, я же у тебя вижу тут кучу орденов. А у него всего два. Говорит, ты, говорит, вот эти два заработаешь, может быть, приравняешься к своей куче. Там хорошо тебе было, когда ты там видишь врага. Ты попробуй среди вот этого всего мирного населения друзей врагов увидеть. Коварство это хуже всего. Да. Вот сейчас зарубежные понимают, главное это не сергианство, не экуменизм, а то, что они не держат своего слова. Коварство вот это, патриархийное. Это непрерывная ложь, поношение. И ничего нельзя сделать. Вот я себе думаю так, самое первое, с чего начнет Бог истреблять, это православное священство. И снова храмы, и все будут уничтожены. Потому что все на лжи, на одной лжи. Прямо знают, что это ложь. И они продолжают клеветать. И вот я рассказывал сегодня как. Администрация, значит. Он через администрацию тогда убрать книги с библиотеки. Потому что она бюджетная организация где-то. Они ни перед чем не останавливаются. Я говорю, вы узнаете хоть какая-то книга, страница, с чем он не согласен. Так он их не читал. А почему против? А потому что там, сверху, где, может быть, местная епархия, сказали, что он нас не одобряет. Так это моя заслуга, что я вас не одобряю. Ну, конкретно я говорю, соберитесь с синодом, ну, какой-то пододел синода, и по книгам меня протащите, и скажите, вот ересь, вот ересь. Ну, я перед вами предстану. Возьму с собой только одного человека, чтобы мне все слышать. Конечно, все под запись. Они на это не идут. Потому что вы им мертвецов предлагаете. Ну, как бы. А они-то живые. А мертвые, конечно, все исполнили. Они каноны насколько напринимали. А сейчас живые-то. Попробуй исполнить все это. Да. В том-то и дело. Один пост только. Прочитаем Филакта Болгарского все-таки на 11 стих. Достаточно у Кариб и Иудеев придумывает теперь для них утешение и спрашивает. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? То есть, неужели они согрешили так, что нельзя уже оврачевать их никак? Они приткнулись, однако падение их было не таково, чтобы не было средств поправить дело. Во время кончины мира, как далее скажется, и они спасутся, здесь желают выполнить две задачи. Во-первых, утешить иудеев, а во-вторых, обуздать надмене язычников. Говорит, спасение стало достоянием язычников, когда иудеи приткнулись и не уверовали. По порядку следовало сперва спастись иудеям, а потом язычникам. Но поскольку иудеи оказались неверующими, то избраны язычники. На это указывается и во многих местах Евангелия. А спасены язычники, чтобы возбудить в них ревность, выделено жирным шрифтом. То есть, ну, цитата из стиха. То есть, дабы иудеи уязвились честью, оказанной язычникам, и убедились прийти к Христу, по крайней мере, и соревнования к ним. Иногда выставляют новую тему, и сейчас кто-то выставил, он у меня как бы в друзьях, и говорит, Ванга, на нее по-разному смотрит. Одни считают, что это святой человек, а другие считают, что это ведьма. Но она предсказала, что вот скоро будет так, что все религии на земле исчезнут. Ну и давайте высказывать там и язычники что-то, я вижу, они говорят не то. Я тогда выступил. Ванга, а что у нее за предсказание? Предсказание ее, Ливия, там война, то есть все, что касается там, ну как у Пушкина, что Дантес стрелять будет, Курску тонет, там что-то у них. То есть все, в чем задействован, тот, кто ей давал. Он человек-убийца и лжест, сатана. Это его работа, он потопил, выстрелил, убил. Это его программа. Он ее и говорит, такого-то числа я буду убивать-то. Но что Ванга-то говорила, она говорила как раз об антихристе. Все религии исчезнут, и будет одна. Да, что она не говорила, сатана не разрешил. И это будет иудей из колена данного. И будет 42 месяца или 3,5 года. Дальше-то вот что. А один-то против меня был, он тоже высказался, но говорит, совершенно не понимая, ни о чем. А потом, о, эти сектанты опять сюда уже залезли. Сектанты, это я вроде. А я в места писания списал нехийцев, выбрал, когда сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Все эти места, выстоял и отошел, больше не касаясь. Все. И теперь, кто бы ни шел, им через меня не перепрыгнуть. Они на меня будут натыкаться и биться в этот стих. И все. А сразу я стрелку перевел. Да, она ведьма. И она говорила о том, что к спасению никак не относится. А к тому относится, что делает дьявол, который дает ей это знание. Дьявол убить, погубить. Она и говорила о пришествии Антихриста. Все. Святая. С чего она у святая? Двенадцатый стих. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Толкование. Если, говорит, иудеи, приткнувшись, приготовили спасение язычникам, и язычники были приняты, когда иудеи были отвергнуты, и падение иудеев стало богатством язычников, то тем более полнота их, то есть, когда они, обратившись, все спасутся. Так говорит приятность иудеям и утешение их. Ибо хотя иудеи пали, однако язычники не спасли бы, если бы не имели веры. Ну, тоже о спасении всех это сказано в общем. То есть, Господь уготовил спасение всем, но примут не все. И это понятно. Потому что у каждого есть воля свободная, воля выбора. Самый бесценный и самый страшный дар от Господа, можно сказать. Вы до скольки видите занятия? А уже все? Давайте благодарим Богу. Благодарим Богу. 12 стих закончили, 11 главы. Напиши. Кому-то надо перевернуть было. Интересно. Эти вот книги. Вот эти вот три уже ясно, что они не будут. Дальше первый том, второй и третий тоже уже не будет. Их уже нету. Вместо их стихами хочу заполнить. Боже, милостью будь негрешеного. Создав имя Господи, помилуй имя Бесчиславец, и грешил Господи. Прости мя грешеного и помилуй. За молитву святых отец наших Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесному утешить уже души истинные. И живи здесь, и вся исполняя. Сокровища благих и жизни подателю прииди и вселися вны. И очистены от всяких бескверные, спаси, блажь и души наши. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу на ней пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше. имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присны во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сын на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же мы оставляем ложником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от Лука вагон. Ибо Твое из Царства сила и слава во веки. Аминь. Господи, прими нашу молитву, о чем мы рассуждали, и что по Слову Твоему. Благослови и укрепи, о чем мы ошиблись и сгладь. Будь милостив и к родным, близким нашим, еще не познавшим Тебя, братья их. И прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю благоухание приятное. И услыши молитвы всех, молящихся нас во благо нам. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. И прими нашу молитву о всех запойдавших нам молиться, о них, о болящих, путешествующих, скорбящих. Пошли необходимое средство для издания книг, и все необходимое для благовестия. Имя Твое Святое да прославится в жизни нашей. Хвала Тебе и слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, слышит, слушает раб Твой. Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.